Друзья мои, сегодня я хочу обратить ваше внимание на лианы. Наверняка у каждого в саду они есть. Лианы – это 50% всех растений на земле. Огурцы лианы, розы лианы. А посмотрите, какая красивая у меня актинидия. Её листочки меняют цвет от белого до розового, в зависимости от сезона. Как вы думаете, она закручивается? Против часовой стрелки. Запомните. А вот здесь у меня лимонник, и здесь чётко видно, что он тоже растёт против часовой стрелки. Не пытайтесь их закручивать по часовой. А вот жимолость каприфоль. Она тоже закручивается против часовой стрелки. Смотрите, какие ягодки разместились в сросшихся листьях. Они очень красивые, но, к сожалению, несъедобные. Обратите внимание, что с возрастом у этой жимолости оголяются ноги. То есть её лучше сажать вместе с какими-нибудь другими лианами. Например, с виноградом девичьим. Как лианы нащупывают опору. Они делают большие круги в течение суток. И если её не находят, то начинают закручиваться вокруг собственного ствола. В отличие от лазающих лиан, у клематисов другая форма крепления к опоре. Они крепятся с помощью листовых черешков. Ну вот посмотрите, здесь у меня клематис виноградолистный. Очень рекомендую вам два сорта. Плоте невесты и летний снег. Посмотрите, какая красота. Он, между прочим, абсолютно неприхотлив. Его не надо укрывать, как некоторые клематисы Жакмана. Ну и, конечно, наш любимый, наш привычный виноград девичий. Один совет. В тех местах, где у вас не растёт газон, посадите его на землю, как почвопокробное растение. Вы представляете, как этот ковёр будет выглядеть осенью. Продолжение следует...